В то время США, наиболее вероятный противник СССР, тоже пытались создать зенитно-ракетный комплекс, стреляющий на ходу, Маулер. В течение нескольких лет мы серьёзно соревновались с американцами в деле построения такой системы. С переменным успехом. Но в годы Холодной войны эта борьба была, что называется, не на жизнь, а на смерть. После целого ряда неудачных попыток, американцы свою систему закрыли в силу недостаточности финансирования и в силу того, что с частью технических сложностей и проблем они справиться не сумели. В нашей стране работы не прекращались. В конце 1967 года первый вариант комплекса был предъявлен на испытание. Закончились они неудачно. АСУ отправили на коренную переработку. В 1968 году работы возглавил генеральный конструктор Вениамин Павлович Ефремов. Всего за год была сделана новая боевая машина. Кутаистское шасси было заменено на плавающий колёсный самоход Брянского завода. Полностью перекомпонован антенный пост, который интегрировали с пусковой установкой для четырёх ракет. В 1970 году, спустя 10 лет после начала разработки, зенитно-ракетный комплекс ОСА прошёл государственные испытания и в следующем, в 1971-м, был принят на вооружение. Изюминка заключается в том, что вот на этом антенном посту собраны как три радиоакционных станции, я имею в виду станции обнаружения, станции наведения и вот две станции визирования ракет, которые имеют вот эти вот меньшие антенны. А также стоит пусковая установка. При этом при стрельбе ракетами нет затенения никакого для радиоакционных средств, как наведения, так и обнаружения. Это конструктивное решение не просто изюминка ОСА. Благодаря расположению на едином поворотном устройстве, все части ЗРК работают в единой системе координат. Это на порядок снижает ошибки наведения и сопровождения, которые обычно присущи комплексам с раздельным положением пусковой установки и радиоакционных станций. Такой же комплекс практически одновременно появился в Германии. Это комплекс «Ролланд». Но комплекс имел ракету с очень малой дальностью, слабую боевую часть и оптическую систему наведения. Дальше они перешли также на аукционную систему. Но и характеристики его ни в какое сравнение не шли с комплексом ОСА. Вес серийной ракеты ОСА вырос почти в два раза от запланированного – 128 против 65 килограммов. Зато она развивала скорость до 500 метров в секунду и могла поражать высокоскоростные и маневрирующие цели на высотах от 50 до 5000 метров. Дальность действия ЗРК составляла 8 километров. Особое внимание было уделено и тому, чтобы новая ракета могла поступать в войска в окончательно снаряженном виде. Не требовать проведения настроечных и проверочных работ при эксплуатации. Для боевой работы ОСЕ достаточно было очень короткой остановки. Обнаружение целей и анализ воздушной обстановки могли производиться на ходу, в боевых порядках войск. Время развертывания комплекса – всего три минуты. ОСА могла бы стрелять и с ходу, но от этого решения конструкторы отказались сознательно. Всего того, что при старте ракета еще имеет небольшую скорость, а во время хода идет колебание корпуса, ее переносные ускорения корпуса передаются на ракету. И ракета разворачивается под неопределенным углом до тех пор, пока она полностью не сойдет с пусковой установки. Такие попытки делались, но все они кончались неудачно. Если увеличить скорость выхода ракеты, то тогда в конструкции возникнут серьезные трудности с ее сохранением. Из-за того, что антенный пост ОСЕ находится в непосредственной близости от пусковой установки, инженерам пришлось прибегнуть к ряду конструктивных хитростей. На антенне станции сопровождения были сделаны специальные вырезы, чтобы при выходе ракеты она не повредила ее крылом. Сзади предусмотрен специальный отражатель, отводящий струю двигателя ракеты от систем ЗРК. Практически одновременно с принятием ЗРК ОСА на вооружение начались работы по его модернизации. Новый комплекс получил индекс АК, и в феврале 1975 года успешно прошел государственные испытания. Главным отличием ЗРК ОСА-АК от предшественника стала пусковая установка. В первой осе использовались открытые ракеты. В боевых условиях их можно было легко повредить. Было принято решение положить ракету в контейнер, и это позволило увеличить боезапас. Сначала первые осы имели боезапас четыре ракеты, а при переходе на контейнеры боезапас шесть ракет. При этом сама конструкция пусковой установки позволяет легко перезаряжать ее. Были улучшены характеристики радиолокационных станций, повышена помехозащищенность, получена возможность поражать более скоростные и маневренные цели. Дальность поражения целей увеличена до 10 километров, а минимальная высота снижена до 25 метров. В помеховой обстановке оса имеет достаточно высокие характеристики. Значит, имеется довольно приличный энергетический потенциал. Оса может поражать носителей активных шумовых помех. Прямо по излучению самой помехи наводить ракету. Оса защищена от многократных импульсных помех как радиолокатору обнаружения, так и радиолокатору наведения. Очередная, третья модификация ЗРК Оса АКМ была принята на вооружение в 1980 году. Комплекс научили бороться с вертолетами огневой поддержки. Оса получила уникальную способность жалить винтокрылого противника, даже если он зависал на практически нулевой высоте. Для этого в комплексе используется специальный метод наведения ракеты с помощью телевизионно-оптического визира. Ошибки сопровождения по углу места, низколетящей цели растут из-за влияния Земли. И в случае наличия видимости, работают с помощью телевизира, определяют координаты цели по углу места. Ну, могут и по азимуту. А локатор сопровождает по азимуту и по дальности. В этом случае общая ошибка уменьшается и, естественно, растет эффективность. Еще одним неоспоримым преимуществом комплекса является его простота. Многие из тех, кто освоил его, говорят, что стрельба с осой, как с пистолетом, всегда надежна, всегда эффективна. Это очень хорошо характеризует отношение к ней и качество систем. ЗРК ОСА имеет богатую боевую историю. Это один из самых воюющих отечественных зенитно-ракетных комплексов. С начала 70-х годов прошлого века практически ни один серьезный военный конфликт, в котором принимал участие СССР или страны-союзники, не обошелся без осы. Первое боевое крещение новый ЗРК принял во время войны Израиля с Сирией и Египтом и оказался неприятным сюрпризом для одной из воюющих сторон. В апреле 1981 года, когда израильская авиация бомбила сирийские войска в Ливане, осой было сбито несколько самолетов. Израильские летчики старались не входить в районы, прикрытые этими зенитно-ракетными комплексами. Если израильская авиация уничтожила практически все ПВО, то ОСА осталась невредимой. Не было потерь ни одной боевой машины. И израильские летчики опасались входить в зону действия ОСА. ОСА оказалась для израильтян крепким орешком. Для борьбы с которым были испробованы практически все известные к тому времени средства радиоэлектронной борьбы. Однако израильтянам удалось лишь подтвердить один из основных выводов, сделанных еще во время государственных испытаний на Эмбе, что по уровню помехозащищенности ОСА превосходит все войсковые комплексы своего поколения. Поэтому, действуя против поставленных в Сирию комплексов, израильтяне не слишком полагались на новейшую электронику, атакуя позиции ЗРК беспилотниками, заставляя расходовать по ним ракеты и лишь затем нанося мощный удар с самолетов. И эта тактика оказалась более чем успешной. В трудноуязвимой ОСУ делала и фантастическая по тем временам мобильность комплекса. ЗРК занимал позицию, брал цель на автосопровождение, производил пуск и тут же исчезал. На все уходили считанные минуты. Эти же качества ОСЫ позволили ей успешно бороться в гораздо более позднем конфликте. Операции «Буря в пустыне». По разным сведениям, на счету ЗРК ОСА во время Первой войны в Ираке есть и крылатые ракеты, и боевые самолеты сил США. Выкрашенная в пустынный камуфляж ОСА была выставлена на авиашоу, посвященном 60-летию военно-воздушных сил США и пользовалась среди публики большим вниманием. Эта боевая машина применяется для подготовки боевых летчиков ВВС США на учениях «Ред Флэг». Изображает средства ПВО потенциального противника. ЗРК ОСА имел и морскую модификацию. Причем морской вариант комплекса мог устанавливаться не только на малотоннажные корабли фрегаты, корветы, катера, но и на гражданские суда, мобилизованные в случае начала войны. Для этого морскую ОСУ спроектировали так, что она занимала минимум подпалубного пространства. Защита кораблей от противокорабельных ракет в годы разработки ОСЫ была проблемой государственной, даже мировой. Ведущие морские страны мира вели активные работы по созданию корабельных ЗРК. ОСА оказалась одним из самых эффективных. В частности, она уверенно поражала советскую же противокорабельную ракету П-15. Двумя такими ракетами египетский флот в 67-м году потопил израильский эсминец Эйлад. Сегодня на вооружении российской армии есть зенитно-ракетный комплекс ТОР. Это ЗРК следующего поколения. Более эффективный, современный, способный гарантированно поражать скоростные малоразмерные цели, в том числе и высокоточное оружие. Но отправлять в отставку ОСУ войска не торопятся. До настоящего времени она составляет основу войсковой ПВО и успешно справляется с воздушными угрозами даже в сложной современной тактической обстановке. На базе ЗРК ОСА создан мишенный комплекс «Саман», способный имитировать различные цели – от крылатых ракет до истребителей. В 2005 году на авиасалоне «МАКС» был представлен один из вариантов модернизации ЗРК ОСА. В состав зенитно-ракетного комплекса добавлена и станция предупреждения о лазерном облучении и комплекс оптико-электронного подавления. Блок сопровождения цели усилен всесуточной оптико-электронной системой, что значительно повысило помехозащищенность. ОСА получила телекодовый канал связи с командирским пунктом. От противорадарных ракет, грозы любого зенитно-ракетного комплекса, ОСУ прикроет специальное отвлекающее устройство, создающее ложную позицию. Улучшены условия работы экипажа. Кабина получила систему кондиционирования. Войсковой зенитно-ракетный комплекс ОСА изначально создавался как перспективный. Поэтому потенциал его модернизации еще далеко не исчерпан. ОСА постоянно совершенствуется, и ее модификации еще вполне смогут составить конкуренцию ЗРК более поздних поколений. Продолжение следует...